В детстве у нас у всех был внутренний голос. Возможно, всё. Все двери казались открытыми, и не было никаких ограничений. И я поверила в это. А давайте-ка на минутку вернёмся в детство. Мне 12 лет. Вот стук колёс подъезжающего поезда, запах вокзала. Мы отправляемся в лагерь. И я вижу ребят, с которыми я сейчас поеду в лагерь. Молодые, взрослые, бойкие, скромные. О, этот хулиган, с ним будет весело. Ой, а у этой девочки платье, как у меня. Мы абсолютно разные. Но мы одинаково сбегаем в тихий час покупаться в запрещенных местах. Мы одинаково сгораем на солнце. Мы одинаково разбиваем свои коленки. Мне абсолютно всё равно, кто их родители, откуда они. Мы просто счастливо проживаем эти часы в лагере вместе. В детстве у нас абсолютно незашоренное сознание. Мне повезло. Я училась в особенной школе. И нас учили мыслить свободно, смотреть в самую суть человека и быть толерантными. Вдохновлённая, окрылённая, я вышла во взрослую жизнь. И тут меня накрыла лавина стереотипов. Родила ребёнка и пошла на работу. Плохая мать. Родила ребёнка и не пошла на работу. Ну всё, крест на карьере. Собралась на конференцию. Звонит мама. Доченька, ты бы вместо того, чтобы на конференции ходить, лучше бы мужу ужин приготовила. Не пошла на конференцию. Не позвали. Слишком яркая. Нет, слишком какая-то скромная. Слишком красивая. Нет, слишком носатая. Слишком молодая. Слишком неопытная. Слишком постоянно какая-то, никакая и не такая для всех. В этот момент я почувствовала себя липкой лентой для мух, на которой вместо мух сидит мизогинея, сексизм, лукизм и прочий ерундизм. И тут я себе сказала, стоп, а что такое стереотипы? И почему они ко мне липнут? Мы формируемся под влиянием общества, родителей, СМИ. И нам постоянно что-то навязывают. К сожалению, с возрастом мы теряем свою позитивную открытость, которая так свойственна нам, когда мы молодые. Нашему мозгу просто необходима помощь. Помощь в экономии времени на том, чтобы обработать информацию. Свой, чужой, знакомая, незнакомая, черная, белая. Стереотипы — это неплохо. Во многих ситуациях они помогают нам упростить нашу жизнь. В критической ситуации даже хорошо. Например, загорается красный свет светофора, мы на автомате нажимаем педаль тормоза, все четко и понятно. Нам это, наоборот, помогает. Потом встречаются стереотипы более общего толка. Например, в Лондоне всегда туманно и дождливо, итальянцы ленивые, и какая гадость ваша заливная рыба, например. Думала, кстати, я, пока не попробовала. Оказалось, ничего. Потом мы начинаем судить людей по шаблонам. Этот мачо, это в розовом глупая блондинка, это домохозяйка, а это очкарик, ботан. Потом начинаются более сложные комбинации. Например, этот человек старый, значит, недееспособный. При этом профессионализм — это опыт и возраст. Женщина тоже может управлять компанией наравне с мужчиной. При этом квоты в компаниях для слабых женщин. Если человек активно интегрирован в общественную жизнь, он делает все то, что делаем мы, активный, красивый, он не может быть человеком с инвалидностью. А если женщина белая, успешная, у которой не было никаких явных ограничений в своих возможностях, которую почему-то никто никогда не дискриминировал, занимается темой разнообразия, здесь что-то нечисто. Датские ученые сделали интересный эксперимент. Они позвали разные группы людей, собрали их вместе. Это были абсолютно разные люди. Те, с кем нам хочется ассоциироваться и стоять рядом, и те, от кого мы в обычной жизни стараемся держаться подальше. Там были люди богатые, и те, кто еле-еле сводят концы с концами. И эти группы людей им предложили посмотреть друг на друга. И они увидели, что есть они. Есть они, есть другая группа людей, тоже они. А потом магическим образом появилось мы. И вот сейчас у нас с вами тоже появится мы. Посмотрите друг на друга. Прям не бойтесь. Посмотрите на соседа. Как вам кажется, у вас много общего друг с другом? На первый взгляд кажется, что не очень. А вот теперь смотрите. Поднимите руку те из вас, кто любит или случайно делает, спит в театре. Ну, засыпает. Засыпает в театре. Вот, это мы. А поднимите руку, кто сейчас находится в состоянии влюбленности. Вот они мы. Поднимите руку, кто воровал яблоки в детстве в саду. Вот они мы супер. То есть не супер-супер, что вы подняли руку. Прежде чем осуждать другого человека, посмотрите, возможно, у вас с ним окажется гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Моя мама долго не могла понять, чем я таким занимаюсь. Что это за западный термин diversity, да, что это за разнообразие. Я ей сказала, говорю, мам, ну вот представь, ты едешь в трамвае, и сидит рядом женщина, которую ты не понимаешь или не принимаешь. И представь, что эта женщина тоже не спала всю ночь, потому что так же, как ты, мучается бессонницей. Или потому что она нянчила внуков, спасибо, как ты. Или потому что она, как ты, любит кока-колу с лимоном и со льдом. И моя мама сказала, Ань, ты знаешь, я так долго в своей жизни училась не осуждать других людей. И вот этот такой простой пример мне очень сильно помог. Спасибо тебе. Эта тема, она про то, чтобы верить в другого человека, про то, чтобы позитивно относиться к другому. Потому что когда мы уважаем и с добротой, и теплом относимся к любому соседу, к любому человеку, это добро нам возвращается. Иногда даже вдвойне. На самом деле это про веру. Да вообще-то это про любовь. И про шанс, который так нужен многим из вас. И из нас. Все-таки вы меня спросите, ну хорошо, но почему нельзя жить со своими стереотипами? Можно, скажу я вам, живите. Но знайте, что это вас ограничивает. Это ставит границу между тем, где вы сейчас, и тем, где вы можете быть в своих возможностях. Границу между вами и вашим успехом. Давайте посмотрим на эти картинки. Вам, возможно, потребуется несколько секунд, чтобы разобраться, что это. Первый слева рисунок это Эйфелева башня снизу. Внизу это Боинг без кресел в салоне. Вот так он выглядит. А сверху это собачка, тоже ракурс снизу. А под ней это терка, которую сфотографировали изнутри. Вы вообще часто заглядывали в терку изнутри? Уверяю вас, иногда это может быть полезно. То, как мы смотрим на проблему, это очень узко. Мы все привыкли смотреть однобоко. Когда мы смотрим под другим углом, под другим ракурсом, вдруг открываются какие-то необычные смыслы, вдруг к нам приходят какие-то идеи, и это нас наполняет. Мир разнообразный. Это вам может нравиться или нет, но он будет становиться еще более разнообразным. Это как кофе. Раньше был просто черный кофе. Потом кофе с молоком. Сейчас делают с кофеином или без. Потом есть очень много разных видов, сортов. Кофе, капучино, фрапучино, латте. Сейчас огромное количество разного вида молока. Соевое, банановое, кокосовое. И когда я говорю вам кофе, каждый представляет какой-то свой напиток. Я не призываю вас любить и пить все остальные виды кофе, но знайте, что они есть, и что вариативность, она огромная. И, возможно, есть какой-то напиток, который вам нравится, но вы его еще не пробовали. Мой муж, например, терпеть не может фрапучино на банановом. Но он его никогда не пробовал. Понимаете, сопротивляясь разнообразию, вы как будто плывете против течения. Вы тратите много сил и энергии. Когда вы признаете эту тему, вам как будто бы сила природы помогает плыть быстро. А если еще в вашей лодке, в которой вы плывете, есть тот, кто может грести, так вы вообще имеете все шансы прийти первыми. Кстати, о командах. Сидим мы как-то на пляже с моими дочками, Кира и Марта, они по годке, и Марта мне говорит, мам, я пойду поймаю рыбок вот таким ведром. Говорит, давай. Марта идет, зачерпывает ведро и вдруг ловит вот такую вот маленькую, но рыбку. Я говорю, вау. Марта говорит, подожди. Зачерпывает еще ведро, еще одна рыбка. Я говорю, интересно. И в третий раз она опять зачерпывает ведро и ловит еще одну рыбку. Я говорю, Марта, какая ты молодец, круто. Она говорит, мам, а это не я, это мы. Я говорю, в смысле? Подходит Кира, старшая сестра, и говорит, мам, понимаешь, я выбирала место, где ловить. Я отличала, это камушек или рыбка. Я давала команду Марте, лови. Так что поймали мы. Я говорю, вот это вы молодцы. Даже мои дети понимают, что команда – это важно. И чем более она разнообразная, тем лучше, тем круче. Это как бриллиант. Чем больше у него граней, тем ярче он сверкает. Собрались как-то индус, румын и русский. Звучит как анекдот, но на самом деле это правда. И ребята взяли и придумали мобильный YouTube, до этого никому неизвестный. Ребята смогли это придумать, потому что в их странах доступ в интернет был возможен только с телефона. И сейчас 70% времени мы пользуемся YouTube именно через телефон. Они смогли придумать это, потому что у них был разный бэкграунд, но они были не объединены одной идеей. Попробуйте не зацикливаться на себе. Попробуйте слышать других. Это как с джазом. Когда играет один человек, это звук. Когда двое людей, это музыка. А когда трое или больше, это уже настоящее звучание, настоящей музыки. Попробуйте услышать музыку вот этого незаширенного сознания, музыку свободы и музыку новых возможностей. Чем больше разнообразия вокруг вас, тем больше реакции рождается в нашей голове. У нас вдруг открываются границы, у нас расширяется горизонт, и мы выходим на новый уровень. Стереотипы — это ограничения в наших действиях. Мы все хотим быть успешными, но нам всегда кажется, а что про меня подумают другие? А так нельзя, а это не принято, а вот здесь вот меня осудят. Но эти ограничения лишь у вас в голове. Попробуйте отбросить то, что думают про вас другие. Попробуйте сами не осаждать людей и не думать плохо про них. И вот когда вы убираете вот эти барьеры, у вас вдруг высвобождается столько энергии, сил, свободы для того, чтобы быть успешным, а самое это главное, счастливым человеком в этой жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ